В этом году на Гомельчине проведено уже некольки нарад областного узровня по повышению эффективности работы жилогадовщего комплекса. Всяродь наибольш раз по усюдженных проблем галины называются недохоб якосных кормов, порушений технологичной и вытворшей дисциплины. Конечно, пишется это далеко не у всех господарок. Как эффективно выкористотиснуючая махчимость и отримать прибыток, тему доследовали наши корреспонденты. Молочный товарный комплекс отделения «Пауночная» с вышины птушиного полета выглядают как узорное подразделение агрокомбината «Пауднювый». По судностях это стверждение отвечает реальности, хоть и тут можно увидеть вопросы, которые сегодня актуальны для всей живой логадовщей галины региона. Начинающие от надое, которые в принципе могли бы быть и больше значными. Причин несколько. Минулый год был не очень приятным для нарыхтов кормов. По количеству их отримали махчима и не меньше, чем в 2018-м, но они не такие качественные. Компенсовать страты можно концентратами, однако это напрямую, поуплывая на себе кошт молока. Плюс переход на новую породу. Необходный час, чтобы укомплектовать статок с оправдой высокопродукционными живелами. Сейчас среднесуточный надой на голову у нас по этому комплексу составляет 15,4 литра на корову. Но это далеко не предел. В перспективе мы имеем все, скажем так, возможности для того, чтобы надаивать 19 и выше. Мы проводим селекционную работу, постоянно производим движения, отслеживаем животных с наилучшим генетическим потенциалом. И еще одно пытание – утрымание живел. У агрокомбинате Паудневы погаджаются. Лепш за все отримать их на сухой соломе, а лея е просто не хапая. У господарцев перешли на зерневые с больш коротким стяблом. Такие культуры больше устойливые до мостных вятров, але соломы от них меньше. До того же великие площадь займает кукуруза. На конд я е у специалистов так само есть за уваги. Зараз у многих господарков кукурузный стилус у рационе живел займает до 70%, что может нелепшим чином отбиваться на их здоровье. Тем более, что при наявности леков профессионализм в эту рачу не за все дына отповедна музроне. Особливо, это тыжится молодых специалистов. Они проходят технологические практики, но, может, на тех местах, где они проходили, их слабо подготавливали, показывали. Может, даже их не допускали. Важное значение – кормление живел. Некольких годов тому у агрокомбинате Холмич Решицкого района набыли робот, который в автоматическом режиме доглядался за наявностью и качеством корма на комплексе. Простые дни надеи от каждой коровы повелешились в среднем на 2 кг. Правда, за великого кошта обстылявания распаусюджывание этого опыта не отримал. Еще одна проблема – захованность корма, в тем леку, в пленце. Невысокая качество айчинной продукции часто заводит все намагания грари практически до нуля. Заготовление сенажа в пленку – хорошее дело. Получаются хорошие качественные корма. Но по пленке есть замечания. В том плане, что есть нарушение упаковки, при транспортировке. В связи с этим корма немного портятся. Як чекается, уже в этом году некоторые живелы годовчие комплексы будут оснащены новым, больше сучасным обстыляванием в творчестве Гомель-Агрокомплекта. У господарков, особенно с великой колькостью живелы, такие планы витают. Один и окажут полностью отмавляться от работы оператора у машинного даяния, пока не треба. В свой час, дороже, на Гомельшине побудовали две полностью автоматизованные фермы. И обедве сегодня не працуют. Их эксплуатация оказалась вельми затратной и экономично невыгодной. Человечный фактор у живелогадовшей сферы, отыгрывая далеко неопошнюю роль. Корова чувствует человека, доярку свою, она больше привыкает. Поэтому мы думаем только с людьми.